Привет, это БАЗа, я Никита Могутин. Сегодня у нас с вами совершенно адская история, которая, впрочем, может случиться совершенно с каждым. 23-летний житель Кемерово 3,5 часа убивал свою подругу. Ее крики о помощи слышал весь подъезд. Соседи несколько часов вызывали полицию, но никто так и не приехал. Когда люди поняли, что дожидаться помощи уже, в принципе, бессмысленно, они сами вскрыли дверь в квартиру. Но было уже поздно. Девушка была мертва. У нас на руках материалы этого уголовного дела. На этой фотографии 23-летняя Вера Пехтелева. Это ее убили в январе 2020 года, потому что полиции было тупо лень. Такой фразой можно, в принципе, описать поведение сотрудников МВД из Ленинского района Кемерово. Веру Пехтелева убил ее бывший парень Владислав Канюс, с которым она решила окончательно расстаться, поэтому приехала к нему домой, чтобы забрать свои вещи. Однако Влад расставаться не собирался. Начался скандал, который очень быстро перерос в избиение. Либо со мной, либо ни с кем. Девушка долго звала на помощь. Соседи услышали ее крики и позвонили в полицию. А вот второй звонок. Оператор, поразительно, удивляется, что с ней грубо разговаривают. Таких звонков было в итоге семь. Веру Пехтелеву избивали на протяжении трех с половиной часов. В конце концов, люди не выдержали и самостоятельно вскрыли дверь. А после этого позвонили в полицию и сообщили, что в принципе можно уже не торопиться. Вера мертва. Алло, здравствуйте. Полтора часа назад вызывали службу. До сих пор никто не приехал. Своими силами взломали дверь. Девушка уже мертва. Наши действия. Что с девушкой? Девушка уже мертва. Полтора часа вызывали службу для спасения. Девушка орала, помогите, спасите. Никто не помог и не спас. В общей сложности на теле Веры в итоге обнаружили 56 ран. Живого места не нашлось практически. Убийца бил ее кулаками по голове, по лицу, по телу, резал ножом. Семь ножевых ранений. А в итоге задушил шнуром от утюга. Описание травм Веры занимает аж целый лист А4. Мелким шрифтом, естественно. Такая жестокость встречается, но достаточно редко. Но вообще-то Вера могла остаться жива. Легко. Для этого сотрудникам полиции всего лишь надо было выполнять свою работу так, как надо. А как они ее выполняли на самом деле? А вот это видео очень хорошо демонстрирует отношения службы сотрудников полиции Ленинского района Кемерово. Ручка была от партии. Чей же вещь? Все. На этом видео майор Михаил Балашов, старший дежурной части. Буквально через полчаса после звонка он уходит на перерыв. Отдохнуть надо. И возлагает свои обязанности на другого сотрудника Дмитрия Тарицына. Капитана. Сейчас и Тарицына, и Балашова судят. Их обвиняют в халатности. Оба свою вину категорически не признают. Отказываются сотрудничать со следствием. И заявляют, что виной всему произошедшему бардак в органах внутренних дел и нехватка кадров. Ну, бедняги, жертвы, обстоятельства. Но на самом деле, если трезво взглянуть на ситуацию и посмотреть расшифровки их переговоров, в принципе, в эту версию можно поверить. Они действительно несколько раз запрашивают наряды, но каждый раз выясняется, что все сотрудники заняты. Людей тупо не хватает. Впрочем, есть одно но. Если кто-то вдруг, не дай это бог, конечно, начинает на улице скандировать Навальный или еще какой-нибудь лозунг, сотрудники всегда моментально находятся. Есть, правда, персонажи, которые почему-то в этой истории фигурируют очень вскользь. Это сотрудники ГИБДД, к которым, если верить в расшифровки, обращаются сотрудники дежурной части и просят выехать на место, однако те отказываются. Эти сотрудники ГАИ не сидят на скамье подсудимых, не уволены и не наказаны. Их просто как будто бы и не было. А что у нас с главным действующим лицом этой истории, Владиславом Канюсом, 23 лет от роду? Что с ним? Как он поживает? А с Владом все более-менее хорошо. Он проходит по статье убийства, правда, по самой мягкой ее части, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. В принципе, получит свои 7 лет, скорее всего. Никаких отягчающих обстоятельств следователь в его деле не заметили, несмотря на 56 травм на теле Веры Пехтелевой. Есть, правда, один очень важный момент, который, в принципе, должен поменять всю ситуацию. Родственники убитой девушки рассказывают в интервью «Комсомольской правде», что за несколько часов до убийства Влад звонил своему брату в Новосибирск и рассказывал, что собирается убить Веру. Однако брат не предпринял никаких действий, скорее всего, просто отговаривал Влада, но не позвонил в полицию и ничего не предпринял, чтобы предотвратить драму. Вообще, подобный разворот может говорить о том, что Влад действительно планировал преступление, а это значит, что это гораздо более жесткий разворот событий, это спланированное убийство. В кинематографии и художественной литературе есть такой прием. Автор отматывает время назад, чтобы найти точку, с которой и начались необратимые последствия. 23-летняя девушка мертва, ее парень задержан за убийство, а ленивых сотрудников полиции судят. Можно отмотать время к тому моменту, когда Вера приехала к Владу, чтобы забрать свои вещи. Казалось бы, сама виновата, Влад и раньше, выпив, впадал в буйство, проявлял агрессию. Но это ошибочная логика, которая всегда по умолчанию обвиняет во всем произошедшем саму жертву. Слишком короткая юбка, виновата, выпила, виновата, не с теми связалась, виновата, села в такси, виновата, 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 виновата. На самом деле, виноват всегда, только агрессор, и это надо очень четко понимать. Не тот момент. Но тогда, наверное, стоит отмотать время в тот момент, когда Вера стала звать на помощь, соседи услышали крики, вызвали полицию, а та не приехала. И снова нет. Три с половиной часа продолжалось убийство Веры. Она звала на помощь, а люди звали на помощь полицию. Сколько времени нужно на то, чтобы решиться выломать дверь, если ты слышишь, что за ней кого-то убивают? Ты идешь по улице и видишь, как парень избивает свою девушку. Ты вмешаешься или пройдешь дальше и позвонишь из-за угла в полицию? А если она не приедет? Самое время сделать удивленное лицо. Оказывается, в России можно погибнуть вот так. От рук своего парня, лежа за дешевой металлической дверью в окружении соседей, которые ждут помощи от полиции. Никогда такого не было. События, о которых я только что рассказал, произошли еще год назад, в январе 2020-го. И за прошедшее время никто из нас о них ничего не слышал. И не услышал бы, если бы не активистка Алена Попова, которая рассказала об этой адской истории у себя в Фейсбуке. А сколько таких историй, о которых активистки Алены Поповы ничего не услышали, ничего не узнали, не выложили в своем Фейсбуке. Не верьте в этой истории никому. Ни полицейским, которые говорят о том, что не выехали на место, потому что у них не хватает сотрудников. Впрочем, сами смогли сходить на перекур и не отправились на место. Не верьте соседям, которые три с половиной часа слушали крики девушки и выломали дверь только тогда, когда поняли, что полиция не приедет. Верьте только себе, ведь если не вы, то никто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова